Пойдем-ка Ксюшу убьем на ножи. Что ты написала, Таня? Если понимаешь, что драка неизбежна, бей первым. Склады оружия и нацистская политика не просто против черных, белых, красных, против русских. Подожди, можешь сказать, что ты написала? Я как-то не Светаева, которая писала. Марина? Да, нет, подожди, да. Ты, оказывается, встречалась с Александром Хирургом. Если вижу, что человек не отвечает, я все-таки дожму его до какого-то ответа. Что же ты тогда написала? Спасибо товарищу Путина за наше счастливое детство. Скажи, пожалуйста, тебя когда-нибудь бил мужчина? Для меня это была... Ну, как бы травма. Большая. Саша, когда ты последний раз до сегодняшнего дня садилась на байк? Я даже не вспомню, Ксюш. Это было лет 15 назад точно, а вот точно не скажу. А с кем было? Ой, боже мой, это еще сложнее вопрос. Ну, с кем-то из наших байкеров, с которыми я, скажем так, дружила одно время очень плотно. Я просто не случайно тебя, в общем, вытащила на байке, потому что я узнала, когда готовилась к интервью, что ты, оказывается, встречалась с Александром Хирургом. Я? Да. Ксюш, ну, я не знаю, что тебе сказать. Это неподтвержденная информация. Вот мы и встретились, чтобы ты ее наконец-таки подтвердила. Саша, сильно изменился за эти годы? Я его не видела очень давно. Покажи мне фотографию, покажи мне на телефоне. Просто мне кажется, ты понимаешь, у меня это в голове не скрещивается картинка. То есть ты такая русская Мадонна и почему-то, блин, байкер-хирург. Что тебе в нем тогда понравилось? Вот какие качества? Ты серьезно сейчас задаешь этот вопрос? Да. Прям на полном серьезе? Да. То есть тебе, Саша, цирка, там сколько ему было, 33 года, не казался одним из самых главных секс-символов нашей страны? Ну, у меня в тот момент, это какие годы были? Типа 93-й, да, 94-й? Да, да, 90-й какой-то. Но я была больше по Богдану Титомиру. Я сохла, мне он казался прям, что это вау, какой мужчина. Нет, ну слушай, у хирурга такая внешность, он такой, знаешь, прям Иисус. Он красавец, не спортивный. Это не вот то, что ты думаешь, такое, знаешь, пивко. У тебя какой-то американский взгляд на байкеров. Скорее вот с американскими байкерами нет. Это да, это какие-то такие немолодые мужчины, которые скорее катаются на этих чупперах, еле-еле не гоняют совершенно от скуки, нежели от какой-то там концепции в душе. А наши байкеры... Наши топят за... Слушай, ну насколько я помню, они были все в идеальной форме. Они все были постоянно в спортзале. Хорошо, он хирург, красивый, сексуальный. А что еще? Слушай, он, насколько я помню, он был очень религиозный. То есть он постился еще в те времена. Ну, это определенный стержень, а стержень всегда привлекает в человеке. У нас есть фоточка его последняя, сейчас нам дадут телефон. Слушай, ну что, я так понимаю, что мы... Давай что-нибудь еще поговорим. Ну, мне интересно про хирурга. Ну, смотри, вот он теперь вот так вот выглядит. Как тебе? Ну, он неплохо повзрослел. Хорошо постарел он или так себе? Очень хорошо. Вот с Чичериной теперь тусуется. Не ревнуешь? В ДНР они тусуются. Я ее за это очень сильно уважаю. Чичерина, на самом деле, большая молодец. Вот мы все со страниц соцсетей поддерживаем, да, там, или не поддерживаем. Мы рассказываем свое мнение. Да, не обобщай. Давай так. Не все. Ну, а что? А ты нет? Ну, ты и поддержи, а я нет. А, ты не поддерживаешь. Для тебя откровение. Певица Саша – суперзвезда начала нулевых, исполнительница одного из главных дискотечных медляков того времени. Это просто дождь, это просто дождь, это просто... Из-за своей внешности и голоса получила неофициальный титул «Русская Мадонна». На пике популярности уехала из России, решив начать карьеру в США. Под псевдонимом Саша Градива пробилась в ротацию на MTV и в 2012-м была приглашена как гость на премию Грэмми. Высказывалась в поддержку ЛГБТ-сообщества и против расовых притеснений. В 2018-м решила вернуться в Россию. Сейчас в своих соцсетях выступает с осуждением американской политики и поддерживает специальную военную операцию в Украине. Саша, давай начнем с того, что вернем наш 2007-й год, как говорится. Знаешь этот мем? Почему ты тогда уехала из России? То есть у тебя же все было хорошо – концерты, гастроли, поклонники. И тут раз захотелось покорить Америку. Зачем? Ну, это, наверное, был 2008-й год. Ну, такое какое-то внутреннее личное состояние, когда мне стало здесь очень скучно. И действительно, я уезжала не потому, что там что-то было плохо. На тот момент я только закончила шоу для MTV. Баби Бунт, который очень хорошо проратировался. Сделали концерт в Ложняках. Ну, это была такая какая-то была точка... Ну, вот казалось, что это все. Ну, то есть, что еще я могу сделать в этой стране? То есть, ну, получу я там какие-то еще награды, поучаствую в классных еще каких-то проектах. Мне тогда казалось, что я буду очень-очень несчастлива, если я не попробую себя в США. А кто повлиял на решение уехать в США? То есть, это ты, тебя кто-то отговаривал. Как вообще? Сложно же было принять. Ты же наверняка думала о том, а вдруг не получится. Я и тут карьеру потеряю, и там ничего не приобрету. Слушай, ну, как... Ну, что значит потеряю? Что значит там... То есть, это опыт, о котором... То есть, этому опыту сейчас я очень благодарна. То есть, то мировоззрение, которое я получила, живя там, оно бы... Я бы не произошла как бы сегодняшнее, да? Вот я бы не случилась такая, какая я сейчас, если бы у меня не было того опыта. Ну, и без ложной скромности, как бы, Ксения, то есть, ну, по крайней мере, если ты зайдешь в Гугл, ты увидишь, как бы, да, что я сделала. И я это говорю не без ложной скромности, потому что я этим горжусь. Можешь рассказать о своем первом впечатлении от США? Первое впечатление... Только приехала, да. Я думала, что я знаю английский язык. И когда я туда приехала... Ну, как же, я писала уже песни на английском языке. И когда я туда приехала, я поняла, что я не знаю английского языка. И мне пришлось всего учить заново. Ну, впечатление от страны, от нравов, от масштаба? Сначала я приехала в Лос-Анджелес. У меня там было достаточно много друзей. И я сняла такой, как бы, первый этаж дома у своей подруги, достаточно известного фотографа. И она меня очень хорошо приняла. То есть, она мне показывала, она меня знакомила, со всеми рассказывала. Вот, но ощущение от Лос-Анджелеса было у меня вот просто... Мне казалось, этот город жуткий. Его надо сжечь. Все, и от него нужно избавиться. Он мне это не... Почему? Что не так с ним? Что не так в Лос-Анджелесе? Ну, во-первых, если сравнивать с Москвой, как бы, ощущение от энергии, от архитектуры, от культуры, от манеры, как бы, общения. Там все совершенно по-другому. Ребят, привет! Слушайте, а где тут у вас буфет, а? Между съемками перекусить бы? Буфет? А мы не знаем, где буфет. А хотите, мы вас угостим? Держите. Ой, спасибо, не откажусь. Что-то новенькое. А вы еще не пробовали? Это же батончики фитнес-шок. Так это же полезные сладости без сахара. А еще у них есть печенье, которое не просто без сахара, так еще и без муки. Их вообще заменили на натуральный подсластитель и белок. Попробуйте, вам точно понравится. Ну как вам? Посмотрите на состав. Батончики фитнес-шок содержат пищевые волокна, в составе которых орешки и белок, и нет быстрых углеводов. А еще это низкокалорийные продукты и отличная замена вредным сладостям и магазинам-шоколадкам. Слушайте, ребят, такой прикольный вкус и совсем не приторно. И упаковка такая удобная. Я же могу их брать с собой, правильно? А кто производитель? Так, российский продукт. Так, отлично. Я как сладкоежка скажу вам, что эти батончики и печенье просто идеальны для тех, кто хочет отказаться от сахара, но не от сладкого. Попробуйте их, классно. Для меня это прям находка, потому что я всегда за ПП и стараюсь не есть сахар. Слушайте, спасибо вам большое. А где их можно купить? Слушайте, все очень просто. Смотрите, открываем приложение Озон, находим фитнес-шок и делаем заказ. Все просто. Ребят, до мотора 5 минут. Пойдемте свидать. До свидания. Ох, спасибо. Ну, как вы уже поняли, сегодня я попробовала не просто новый для себя продукт, а еще и полезный. Сразу прошу отметить, что сахар это не абсолютное зло. И от него не нужно отказываться полностью. Но его очень много в составах наших повседневных продуктов. Ну, например, кетчупы, соусы, хлеб, любые консервированные продукты, соки, каши быстрого приготовления, мюсли, колбасы и многие другие, все это содержит сахар. Часто он скрывается в составе под видом фруктозы, глюкозного сиропа, патоки и многих других, хотя на упаковке обычно написано, что продукт без сахара. По итогу в рационе очень много углеводов, что может спровоцировать кариес, набор лишних килограммов, ну а также акне. Я специально хочу еще раз отметить, что вся продукция фитнес-шок является низкокалорийной, а также является отличной заменой вредным сладостям. Фитнес-шок сделали сладкое полезным, наслаждение без вреда для фигуры, а полезный перекус без лишних калорий. И специально для вас действует дополнительная скидка на Озон по промокоду СОБЧАК-2022. Полезные вкусняшки без сахара, ну это прям подарок какой-то. Ссылку для заказа вы найдете в описании к этому видео. Сладкого, а главное, полезного вам перекуса. Ну, а я, пожалуй, еще кучейнку себе возьму, ребят. А ты как-то реагировала на митинги протеста, которые проходили в России вот в 2010-2011 году на Болотной площади? Которые ты очень, скажем так, одна из лиц, можно сказать. Самый массовый митинг за десятилетия. На Болотную площадь столицы пришли десятки тысяч человек, не согласных с итогами недавних парламентских выборов. Их результаты, по мнению митингующих, подтасованы в пользу «Единой России». Я тебе скажу, да, я отреагировала. И, наверное, не знаю, удивлю тебя или нет, мне за это сейчас немножко стыдно. Вот можно? Да, признаюсь. Не за то, что я высказалась против какой-то власти российской. Нет, не за это. И я, если ты посмотришь, да, там даже до недавнего прошлого, я позволяю себе критиковать какой-то общественный, не знаю, уклад, какие-то правительственные привычки. До сих пор. Это было еще совсем недавно. Мне стыдно за то, что я, скажем так, повелась на поводу у своих, скажем так, либерально-каких-то демократических друзей, которые мне рассказали, что они чувствуют, а я приняла как свое. То есть я не применила никакого момента изучить, никакого критического мышления тут не произошло. То есть я просто позволила на себя повлиять. А что ты написала? Тогда, по-моему, произошли Pussy Riot, да? Это же вот это время, правильно я понимаю? То есть, в принципе, я уже была достаточно далека от, там, и социальной, и тем более политической жизни России. То есть я уже в полной мере, там, строила свою карьеру, у меня была своя жизнь. И как бы, ну, в России только, там, друзья приезжали, там, или я приезжала. То есть это было какое-то такое очень... Я уже туристом была здесь. И я отдалилась, и у меня не было вот этого вот пула информации, где я могла сформировать свое мнение. А я считаю, чтобы, в принципе, что-то утверждать, нужно это изучить. Нужно потратить на это время. Нужно с этим познакомиться. А я этого не сделала. Что ты написала так? Я не написала. Я помню, что меня очень определенные друзья, скажем так, прямо вот... Они понимали. Я не знаю, с какой целью они это сделали, они спровоцировали меня немножко. То есть зачем это делалось? Может быть, просто... Можешь сказать, что ты написала? Понимаешь, я пытаюсь объяснить, для меня эмоции, как бы, да, достаточно важны. Но ты потом это все смонтируешь, я надеюсь. Кстати, я слышала, что у вас, ну, прям, у вас нормально все с монтажом? Я потом не буду говорить совершенно, я не знаю... А, что ты слышала? Нельзя как не вспомиловать, запятую оставите там, где она есть. Конечно, да. Мы у нас, как раз, все с монтажом всегда честно. Ты слышала, что у нас какие-то проблемы с монтажом? Нет, но я слышала определенные вещи, да. Например? Я тебе скажу честно, когда некоторые люди узнали, что я собираюсь к тебе, была совершенно искренняя реакция. Ты с ума сошла? Это у кого, например? Не скажу. Ну, хорошо, тогда скажи хотя бы, что говорили. Что с монтажом? У нас очень честно все, мы всегда даем возможность всю мысль человеку, можно сказать. Слушай, ну, по большому счету, если я скажу Байден идиот, если ты хотя бы оставишь, да, там, идиот не приставишь к другому персонажу, я уже буду тебе благодарна. Нет, давай так, мы так вообще никогда не делаем. Я поэтому... Ну, слушай, это вопрос тоже нашей репутации, поэтому мне интересно, что тебе на эту тему говорили. То есть были люди, которые сказали, что вот мой монтаж переделали. Ну, тебя вообще считают какой-то такой немножко черной вдовой? Нет, считаю, да. Я, в отличие от многих моих коллег, я, если вижу, что человек не отвечает, я все-таки дожму его до какого-то ответа. Этот ответ, например, может быть, я не хочу отвечать. Но, тем не менее, мне бы хотелось услышать, что же ты тогда написала. Потому что, вот смотри, я уже несколько раз задаю этот вопрос. Я не ухожу. Ты все время... Нет, смотри, мы с тобой тогда вообще... Ты можешь сказать, не хочу говорить. Знаешь почему? Я очень много... Я эмоционально начинаю рассказывать, я не ухожу от ответа. Что я сделала? То есть вот эта история девочек, которые мне преподнесли, и пусть и рает там, да, что они такие смелые. Меня, да, смутило, что они там поднялись на сцену храма. И я как бы подумала чуть-чуть, а зачем это делать? Ну, как-то это странно. Ну, то есть вы протестуете как угодно. Зачем это делать? Ну, это уже лишнее. Ну, как бы лишнее. Наказание было соизмеримо, вот то, что они получили два года за то, что они станцевали на Амвоне. Это ты считаешь заслуженной историей? Я бы... Я сейчас отвечу на этот вопрос. У меня даже есть не просто критика какая-то, да, у меня есть предложение. Вот вообще как с этим можно делать? А я отвечу сейчас на твой вопрос. То есть я дело уже имея там какую-то медийность, да, уже в США. То есть я уже была такой не инородное тело там в шоу-бизнесе, в каком-то там, я не знаю, социуме и так далее. То есть я когда приходила на какие-то ивенты, меня уже фотографировали, знали, что я Саша Градива. Кстати, я добавила фамилию, это важно. Я Саша Градива теперь. Я могу эту историю рассказать, это интересно. Расскажи про Пусси Райт. Два года они получили. Так вот, я делала майку с девочками в этих балаклавах. И как бы, да, free Пусси Райт. И я пришла на какой-то ивент, меня сфотографировали. Это было там в Wire Images, в Getty Images. Какие-то там пресса еще вышла, что вот, посмотрите и так далее. Я это сделала не совсем искренне. Я поддалась, скажем так, в каком-то влиянии. Мне за это стыдно. А что значит неискренне? Ты сделала это ради хайпа, что ли? Или что-то? Ну, как сказать, это не... Слушай, ну это так себе повод для хайпа, да? Потому что хайпили на этом уже, наверное, все. Нет, это было неискреннее желание. Мне как бы чуть-чуть некомфортно, что я позволила себя так вокруг пальца обвести. Понимаешь? А в чем? Поясни. Я не понимаю, в чем обвести вокруг пальца. Это было не мнение, которое я родила. Это было не мнение, с которым, допустим, я сейчас к тебе пришла. А мнение, которое тебе навязали подружки. А что тогда, ответ на вопрос, два года это заслуженный приговор? Потому что я думаю, что в Америке они бы получили штраф за это какой-то администрацией. А ты знаешь, как в Америке реально можно очень хорошо присесть? Я думаю, что был бы большой штраф, может быть, даже, но вряд ли их посадили бы в тюрьму. Посмотри, Ксюша, я думаю, возможно, я тебе даю, в принципе, какие-то факты, да? Ты на них отвечаешь, думаю, возможно. Давай, хочешь, мы проведем домашнюю работу и покажем это, были ли прецеденты в Америке, когда за какое-то оскорбление католической церкви, например, или протестантской. Я имею в виду оскорбление не словами, а там танцы какие-то где-то, что за это кого-то сажали в тюрьму. Если это так, мы обязательно это напишем. Но у меня есть ощущение, что этого нет. В некоторых штатах есть, ты можешь сесть в тюрьму за то, что ты гей. Ну, я не знаю про такие случаи. Нет, смотри, понимаешь, мы же знаем... Гей и церковь это разные все-таки вещи. Танцевать в церкви и быть геем. Но это тоже какая-то такая, знаешь, ситуация из ряда вон. Ну, как бы, да, посадить за то, что там не такая ориентация, это странно. Пропаганда одно, а за то, что ты просто вот такой, да, там кто-то догадался, что ты такой. Это тоже странно. Ты понимаешь, что у нас происходит? Ну, слушай, я же не хочу защищать законы Америки. Я, честно говоря, во-первых, действительно не по всем штатам знаю информацию и не являюсь экспертом. Мне интересно другое. Ксения, можно перевести сейчас? Ты можешь сказать на этот счет? Вот два года получили за то, что ты вышел. Ну, вот конкретно, вот мнение певицы Саши. Выйти на амбон и станцевать танец в балаклавах. За это получить двушечку. Это справедливо или нет? Это просто вот да-нет. Слушай, я не делаю законы, но это близко к справедливо. Близко. Это близко к справедливо. Ты хотела сказать что-то об этой скульптуре. Вот мы пришли в Мекку хипстеров. Ты знаешь, кто это такие? Хипстеры? Да. Нет, не знаешь? Правда? Ты так на меня смотришь, это не что-то обидное, не переживай. Ксюш, почему ты думаешь, что я не знаю, кто такие хипстеры? Ну, мало ли. Ну, может, я просто спрашиваю, знаешь, не знаешь. Вот, видишь, это вот новое здание ГЭС, которое было недавно открыто. Там вот из-за спецоперации нет ни одной выставки, потому что все выставки международные уехали. Поэтому теперь стоит очень красивое здание за хулиарт рублей. И рядом с ним вот единственное, что осталось, собственно, уже поставленная скульптура, которой в свое время возмущался Максим Галкин. И Максима Галкина уже нет. И те далече, как говорится, скульптура пока стоит. Слушай, ну, кстати, почему бы нам не обратить внимание на наших артистов? У нас есть потрясающие артисты. Потрясающие. А что ты про вот скульптуру думаешь? Мне не алло. Не алло. А ГЭС алло, ты была там? Была. Прикольно. Понравилось. Ну, смотри, по содержанию там еще пустенька, но на тот момент она только что открылась. А больше там ничего и не будет уже. Больше там ничего и не будет уже. Все, международные все ушли. А почему для тебя международные? Там просто какая-то икона, на которую ты молишься. Здесь ремесла будут, палех, шкатулки. Слушай, ты знаешь, у нас есть артисты. Нет, здесь про художников, здесь не про артистов. Хорошо, у нас есть скульпторы, художники. Ну, например, кто? Никас Сафронов? Ресайкл. Ресайкл групп, кстати, да. Кстати, да. Ресайкл групп я бы здесь посмотрела. Я считаю, гениальные ребята, которые почему-то обделены вниманием. Ну, обделены. У них в Манеже была выставка не так давно. И в Питере. И в Пушкинском. Ну, тем не менее, мне кажется, что они не получают тех лавров, которые они получают на самом деле на Западе. Это потрясающие товарищи, которыми, я считаю, мы должны гордиться. В общем, товарищ Михельсон, заполняйте ресайклом. Это, видите, мы нашли точку компромисса. Нам обеим очень нравится то, что они делают. Вот видишь, даже нам есть о чем с тобой договориться. Ты лично сталкивалась с коррупцией в Америке? Можешь рассказать? Слушай, я расскажу. Это достаточно мелкий пример, но я знаю, что это как бы поголовное. Ну, давай расскажи. Смотри, личный пример. Вот ты лично сталкивалась. Ты знаешь, что в Америке все на антидепрессионах? Смотри, это какие-то такие разговоры. Подожди, нет. В Америке живут дикие обезьяны. Секундочки, нет. Можешь конкретный пример? Вот ты лично, подожди, ты лично сталкивалась с тем, что у тебя просили взятку, вымогали в Америке? Только сейчас тебе расскажи. Она немножко по-другому выглядит. Вот расскажи. Да, да, да. Нужно пить одну таблетку за тысячу долларов. Я, значит, покупаю этот антибиотик. Проблема не уходит. Я начинаю, естественно, ходить дальше по врачам. Дохожу до какой-то совершенно местечковой клиники в Лос-Анджелесе, в каком-то районе, куда ходят русские иммигранты. Ну, такая, значит, такой контингент. Там порекомендовали какого-то доктора, она русская. Она смотрит, говорит, о, класс, тебе пенициллин прописали за тысячу долларов. Говорит, тебе все равно? Для тебя имеет значение принимать одну таблетку в день или ты можешь все-таки три принять? И стоит это 15 долларов на, там, я не знаю, сколько хочешь. Ну, подожди, это не взятка. Ты могла подать в суд на то, что тебя дезинформировали и заставили купить лекарства. Нет, почему? У врачей, у всех врачей в США огромные страховки, они очень защищены. И это лоббируют вот эти фармакологические компании. Допустим, в Вильяне новый препарат, который, очевидно, людям не сильно нужен. Тебе нужен пенициллин за тысячу долларов? Ты в штук купишь? Я понимаю, что ты, наверное, достаточно состоятельный человек. Ну, вот что ты выберешь? Тебе нужен пенициллин? Ты считаешь людям? Нужен пенициллин за тысячу долларов? Или за пятнадцать, нормально? Ну, вопрос к тебе. А почему ты не проверила лекарства, которые тебе выписали? Ведь, насколько я знаю, там и судебная ошибка стоит тоже очень дорого. Ты можешь засудить врачей очень серьезно. Насколько мы знаем, по факту ничего это не стоит. По факту, я тебе могу сказать, что такой госпиталь, как Сидор-Синай, может совершить чудовищную ошибку. Этот человек, соседка моя была, она там рожала, и занесли какую-то инфекцию очень-очень-очень опасную. Она чуть сама не потеряла, она чуть не потеряла ребенка. И они выкрутились, заплатили что-то 50 тысяч долларов. Ну, что ты понимаешь, что это мизерная сумма по меркам США? Ну, давай честно. Наша медицина не заплатила бы и 50 тысяч долларов бы никогда. Поэтому это не то, что я защищаю американскую систему. Там тоже есть свои большие проблемы, я это понимаю. Но наша медицина бесплатна. Это же не взятка, то, что ты говоришь. Ксюш, наша медицина бесплатна. Ошибки бывают везде. Я сейчас не об ошибках, я сейчас говорю, а это мифи. Что ты можешь заработать. Ты можешь, но, скорее всего, нет. Но чтобы, допустим, даже кого-то засудить, тебе нужно много денег. Окей, медицина, понятно. Давай еще какие-то примеры, которые тебя отвратили. Я так понимаю, что ты очень разочаровалась в жизни в Америке. Хочется понять, что тебя там так... Я не разочаровалась, я смотрю на все с открытыми глазами. У меня нет никакой совершенно причины. То есть я никого не выгораживаю. Вот на данный момент, такой вот счастливый я, к своим 43 годам, человек, которому мне неинтересно, мне никто не платит. Ни там, ни здесь. Мой бизнес, там какая-то моя карьера, она по большому счету... Ну, я вот не знаю, сейчас поеду в США, посмотрю, как мои посты вот эти все мне, скажем так, дались. Может, меня там уже на таможне ждут с каким-нибудь вменением нарушения чего-нибудь. А такое может быть. У тебя гражданство в США? У меня двойное гражданство. У меня есть паспорт в США, у меня есть российский паспорт. Я тебе могу включить прямо сейчас запись моей знакомой в Нью-Йорке, которая сейчас работает на хорошей работе. Очень, скажем так, осведомленная девочка. У нее мама работала в Юэн. Своё мнение на всё я всегда ему удивлялась, да. И она, естественно, сейчас абсолютно поддерживает Россию, но она не может это делать открыто. Её могут уволить. Уволить за мнение о том, что она... За пост в Инстаграм её могут уволить. Это до... Это было в первую неделю. Это было ещё до массовой, скажем так, атаки, буллинга русских и всего русского. Это было до... Её компанией владеют демократы какие-то, рьяные, или почему-то? Это неудобно. А им очень легко как бы уволить по любому поводу, понимаешь? Сказать, ты как бы у нас имидж. Ты портишь наш имидж путём того, что ты постишь что-то очень такое сильно провокационное. И всё. Это демократия? Это свобода слова? Мне казалось, все сошли с ума. Мне казалось, что все предали. Просто вот Россию все предали. Мне казалось, всех купили. Пока, скажем так, мой алгоритм моего телефона не начал мне показывать что-то другое, я думала, что все просто либо сошли с ума, либо все продались. Потому что это было какое-то массовое помешательство. Подожди, а что? Почему продались? С чёрными квадратами. Ну подожди, чёрные квадраты публиковать это разве продастся? Люди публиковали чёрные квадраты и говорили, нет войне. Это разве ты считаешь, значит, что ты отказываешься от России? Ну посмотри, вот допустим, какой пост делала я, да? То есть это же противопоставлялось, что все, кто, допустим, поддерживает вот эту операцию, противопоставлялось, что, мол, если у вас нет чёрного квадрата, вы не говорите, нет войне. Как будто бы те, кто поддерживает эту операцию, не хотят мира. Ну разве это не так? Посмотри, мы можем сейчас найти там 10 случайных поступков с чёрными квадратами. Но получается, что это так, что они не хотят мира, если они поддерживают войну. Но это действительно так получается. Как это так? Подожди секунду. Это акт агрессии, да? Да. Ну простите, есть как бы разные агрессии. Я считаю, что это абсолютно... По отношению к кому акт агрессии? Какая разница? Нет, это огромное. Нет, хорошо. Русские войска входят, это акт агрессии. Да. А почему? Из-за чего? Это не важно? Ну, подожди секундочку. Вот тебя бьёт мужчина первый. Важно, из-за чего он тебя бьёт? Или важнее то, что он тебя ударил и проявил акт агрессии? Там немножко другие, неудачный пример, потому что другие чуть-чуть ниточки тут дёргают. Нет, тут подожди. Акт агрессии, он, как его ни называют... Хорошо, если ты знаешь, если ты знаешь, ты сама говоришь, это акт агрессии, ты же это говоришь. Ксюш, если ты знаешь, что твой сосед, да, вот он там что-то делает, ты к нему не лезешь, ты о нём сильно не думаешь. Он там такую какую-то бомбу делает, вот и хочет к тебе в один день постучать. А где доказательства, что он делает бомбой? Доказательства, Ксюш? Ты не видишь, что в Украине, мне кажется, мы до сих пор офигеваем, какие они там зарыли, сколько им оружия привезли. У тебя какое образование, Ксюш? У меня высшее. Понятно, ну какое? Почему мы опять берём интервью у меня? Вот ты пригласи меня, я тебе обещаю, что я приду и отвечу на все твои вопросы. Ну, Ксюш, смотри, хорошо, я беру тебя на слово. Да, но у меня, я планирую что-то развлекательное. На самом деле, это не нормальный для меня формат. Я сейчас, я вообще как бы не политик, я такой принципиальный наблюдатель. Вот смотри, давай тогда тебе поговорим. Ты говоришь, что очевидно, что Украина готовила нападение. Очевидно, совершенно точно. Какие у тебя есть доказательства? Что тебя заставляет так в это верить? Потому что, слушай, она-то, ты думаешь, в Украину хотела прийти, чтобы что? Распространять сэмплы косметики Ким Кардашиен? Зачем им быть в Украине? Ведь 30 лет независимая Украина неплохо работала для, скажем так, вот этого баланса. Мы 30 лет не сильно задумывались о противостоянии России и США. Я не очень понимаю. Смотри, НАТО военная организация, имеющая свои цели, в том числе расширение НАТО на восток. Цели эти мне, например, не кажутся симпатичными, но они ставят все такие цели. В том числе, чтобы держать под, скажем так, своим контролем Россию, безусловно. Вот. Ты понимаешь, что организация НАТО существует исключительно? Подожди, секунду. Это мироустройство. Есть, условно, Америка. У Америки есть свои интересы. В том числе, один из ключевых интересов Америки – это ослабление России. Это факт. А почему? Почему им есть до нас дело? Секунду. И нам до них тоже есть дело. Тебя это не смущает. Как журналиста, тебя не смущает. Условно, у каждого там есть какие-то свои экономические интересы. А ты думаешь, в России реально мы считаем Америку нашим врагом? Вообще думаем так? Да, я считаю, что в России мы считаем врагом. Сейчас. Конечно. Давно уже считаем. А ты думаешь... Сломанный подъезд виноват в этом Байден. Конечно, в России многие считают Америку врагом. Ну это какая-то такая даже немножко неудачная шутка. Ты просто включи телевизор, и ты увидишь, что Америку у нас считают все пропагандисты главным врагом. Единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Я жила там, я знаю, какие там новости. Смотри, мы же сейчас не об этом. Как он ключе преподносит? Ксюш, подожди, но я тебе привести свою точку зрения. Нет, я хочу получить конкретный ответ на конкретный вопрос. Я к тебе отвечаю, но ты не хочешь меня слушать. Нет, ты ни разу не отвечаешь. Ты говоришь, есть абсолютно неопровержимые доказательства, что Украина хотела напасть на Россию. Я говорю, Саша, уже мы 15 минут об этом говорим. У нее были склады оружия. Саша, ты можешь... Откуда у тебя эта информация? Подожди секунду. Факты можешь мне какие-то дать? Про нацистскую политику. Почему у другой... Секунду, почему у другой страны не могут быть склады оружия? Ну как это... Вот у меня дома хранится оружие. Да. Легальное. Это значит, что я тебя хочу убить, что ли? Склады оружия и... Нацистская политика не просто против черных, белых, красных, против русских, которая стала уже правительственной организацией. И ты этого не знаешь. Это какой правительственной организацией стала нацистская? Кто они? Можешь сказать конкретно? Нацисты. Кто Зеленский нацист? Ну кто конкретно? Ну дурак. Что? Зеленский дурак. Это твое оценочное суждение. Давай не будем переходить на оскорбление. Давай поговорим про Украину, которая кишит нацистами. Вот ты откуда это взяла? Не надо смотреть, что показывают там, как русских обсирают в Америке. Ты просто сейчас сама выглядишь как жертва пропаганды, понимаешь? Только другой. Слушай, моя пропаганда меня... Слушай, меня... Да, когда слышат просто отдельную фразу... Тогда конкретные факты. Можешь мне сказать? Зеленский кидал Зиги, он где-то ходил в форме СС. Он, может быть, у него торчал Майнкапп из кармана. Почему тут Зеленский? Ну ты говоришь, Украиной руководят фашисты, ты говоришь. Украиной руководит коллективный Запад. И как бы это ни звучало для тебя улыбочно, это так. И это очевидно совершенно. И любой человек с критической... Давай даже так, Украиной тысячи... Секунду, это разные просто постулаты. Допустим, ты считаешь, что Украиной руководит коллективный Запад. Абсолютно. Давай представим, что даже это так. Но это суверенное государство. И если Украина хочет, чтобы ей руководил коллективный Запад, это их дело, кем... Ну как бы... Какая разница, если тебе хочется жить с этим мужиком или с другим? Это твое личное дело. Ксюш, нет. Например, Украина хочет... Хорошо, если вы дружите, Ксюш... Давай, я не буду так вести интервью. Саш, давай мы по очереди будем говорить. Потому что ты абсолютно нелогично это говоришь. Хорошо, ты мне об этом скажешь в свою очередь. Давай не делать оценку. Хорошо. Вот я задаю вопросы, ты отвечаешь, мы общаемся по очереди. Пожалуйста, я не буду общаться в формате программы Владимира Соловьева. Ты считаешь, что Украиной руководит коллективный Запад. Я даже не буду спорить. Допустим, это так. Почему Украина, которая является суверенным государством отдельным, не имеет права хотеть, чтобы ей руководил коллективный Запад? Уже можно отвечать? Да. Потому что они дружат с Западом и управляются с Западом против нас. Вот ты считаешь, что ты все знаешь? Как бы всю информацию, которая есть, скажем так, у Путина. Ты всю информацию знаешь? Нет, послушай, я еще раз говорю, мы можем знать, не знать. Я знаю, что начинать первым военные действия – это быть всегда неправым в глазах мирового сообщества. Ксюш, ты когда-нибудь дралась на улице? Нет. Вот. Я тебе скажу, как правило драки на улице. Хочешь сказать какое? Если понимаешь, что драка неизбежна, бей первым. Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Это вот и в детском саду. Вот если кто-то подрался, воспитатель придет, первый вопрос будет – кто первый начал? Накажут всегда того, кто первым начал драку. Никто не будет разбираться, кто кого как обозвал. А есть такие… Спросят, кто первый начал драться. Хорошо. Кто первый начал драться, тот идет в угол. Понимаешь? Хорошо. А есть такие дети, которые настроят… Да, надо уметь с этим… Науськают. Да, да. Более того, если вот ты почитаешь психологические книжки, а я их очень много читаю детских, и очень их люблю, и там как раз учат, что да, есть дети, которые специально будут провоцировать на то, чтобы их ударили, и надо учить своего ребенка не делать этого, не провоцироваться. Потому что есть разница между словом и делом. Ты меняешь с этому детские психологические книжки. Я считаю, что Россия, Россия не должна провоцироваться. Ты знаешь, что пишут психологические книжки? Мое личное мнение, совершенно я не претендую ни на какое… На цисты Украины? Нет, подожди. Так, кто? Люди, которые, ты знаешь, там, Светаева, которая писала… Марина? Да, нет, подожди, да. Подожди, это Ахматова или Светаева? Я могу путаться. Ну, то есть, она писала замечательные стихи, как она любит своих детей. При этом она обоих детей сдала в детдом, как бы, да, потому что ей было невыносимо, с ними тяжело. Господи, сейчас мы еще и Светаева тут покроем. Нет, ну, просто книжки пишут. Мы еще давай Бродского вспомним со стихами про Украину. Слушай, книжки пишут. Вот я очень не доверяю вот этим психологам, которые пишут книжки. Я вот просто… Саша, ты находка для шпиона. Хорошо. Явкая ниша. Тут я поняла, мы не сойдемся, давай про другое. Вот ты поддержала в свое время ЛГБТ-сообщество и выступила против закона об ЛГБТ-пропаганде. О запрете гей-пропаганде. Сейчас что-то изменилось? Нет. То есть ты по-прежнему считаешь, что это неправильно? Я считаю, что это какая-то мельница, совершенно туда не нужно никакого, скажем, вмешательства. И хочешь верь, хочешь нет. Я либерал и демократ в таких очень истинных пониманиях этого слова до мозгов костей. Я считаю, что люди выбирают то, что… Почему кто-то должен лезть в чью-то, не знаю, голову? Кто кого предпочитает? В чем дело? Я против, наверное, вот уже сейчас, да, как бы я доросла до того, что, да, гей-парады… Ну, это такое, так себе мероприятие. То есть, наверное, этого не нужно. Но я бы разрешила, как бы, ЛГБТ оставить их в покое. Пускай они жениться, разводятся. Как только их оставят в покое и прекратят делать таким мальчикам для битья. Потому что я думаю, что здесь, как бы, наша система делает их именно таким отвлекающим моментом. Усыновлять детей, удочерять, это бы им разрешено? Это очень персональный вопрос, но я могу тебе сказать, я знаю нескольких родителей, как бы, да, мальчиков геев, девочек-лезбенок, которые усыновили детей, и они замечательные родители. Еще одна твоя цитата из интервью. «Даже под страхом смертной казни я бы не отдала дочь в американский детский сад». Почему? Потому что они жуткие, Ксюша. Ну вот что в них плохого? Все в них плохо, Ксюша, все в них плохо. Можно конкретно? Начиная с того, что, ну это касается, наверное, только Лос-Анджелеса, они спят, у них нет такого понятия, как кроватки, знаешь, которые... Ну у нас тоже уже раскладные кроватки, да, у нас не спальни такие шикарные, как это было раньше, ну, по крайней мере, в частных садах. Но они спят на каких-то кушеточках, которые собирают там друг на друга, я считаю, что это не гигиенично, они спят там вот практически на полу, а у некоторых просто подстилки. И это нормально, подстилки. Они не снимают обувь, им запрещают снимать обувь. Но это потому, что связано с землетрясениями, то есть при... если что, они должны прям побежать, побежать, и не там не задавить себе ноги. Хотя это тоже, ну, так себе мера безопасности. А идеологически тебя тоже не устраивала ситуация в образовательных учреждениях? Ну, слушай, что я могу сказать об образовании, когда ребенку там, по сути, мы начали приходить, а-ля там, в два, в три годика... В детском садике идеологии нет. Я не успела это испытать. А вот в России то, что появляются фотографии, когда детей в детском саду строят буквой Z, это тебе нравится? Меня искренне удивляет, почему люди так этому противятся. Слушай, в Америке также в школах, то есть могут там висеть в школах или рядом с школой какой-то билборд, призывающий вступить в армию, как это... Нет, подожди, это в армию, это все-таки другое, а это в детском саду поддерживать конкретные вещи. Ну, гимн страны — это политическая агитация. Гимн и буква Z — это не одно и то же. Для меня это одно и то же. В смысле? Ну, слушай, хорошо, тебя бы раздражало, если бы в детских садах, если бы не было никакой операции военной. Да. И в садах детям рассказывали вот 9 мая, к 9 мая, да, это же не постоянно, это не так, они приходят с утра и говорят «Спасибо товарищу Путина за наше счастливое детство», да, это же не так. Это бы эти мероприятия происходили к 9 мая. Тебя бы раздражало, если бы не было вот этого раздражающей ситуации военной операции, тебя бы раздражало, если бы дети разучивали песню к 9 мая, там, не знаю, может, что-то антифашистское, про свою страну какая она там замечает. Нет, не раздражало, но просто для меня как раз 9 мая и буква «З» и спецоперации, это совсем разные вещи, и мне очень не хочется, чтобы это смешивали, а смешивают это специально, показать, что это практически то же самое, что Великая Отечественная война, и вот это, на мой взгляд, крайне неправильно. Смешивают, уже бы смешивали поэффективнее, Ксюш, но уже бы смешали, чтобы хоть оно как-то смешалось, потому что меня очень удручает, в каком состоянии у нас. Нет, я не думаю, что вот мой дедушка, который, например, воевал, дошел до Берлина, был бы счастлив, то есть я не знаю, его нет в живых. У тебя дедушка воевал? Да, конечно, дошел до Берлина, имеет даже медаль. Ну, он воевал именно за Россию, как россиянин. А за кого ты считаешь? Я не знаю. В Великой Отечественной войне, за кого мог воевать мой дедушка? Потому что воевали кто угодно, итальянец тоже может выйти какой-то там, несмотря на то, что страна их там сдалась за считанные дни. Это Великая Отечественная война, это вот русские люди воевали, Саша. Ну, слушай, ну она, ну Великая Отечественная, хорошо, ну Вторая мировая. Перейдем к твоему телеграм-каналу. Вот у тебя там есть пост, где ты говоришь про Великую Отечественную войну. И ты пишешь про некоторых пропагандистов, которые хотят, чтобы мы перестали гордиться победой. Что это за пропагандисты? Можешь назвать их фамилии? Слушай, ну это, наверное, Ксюш, ты пойми, что я не политик. То есть я себя позиционирую как обыватель. Но ты же пишешь это, ты же кого-то имеешь в виду. Слушай, а что, ты не видишь, что происходит в принципе, да? Нет, подожди, ты пишешь конкретную вещь. То есть кто конкретно хочет, чтобы мы перестали гордиться победой? Можешь назвать эти фамилии? В правящие круги Америки совершенно точно не хотят, чтобы мы это помнили, потому что они прекрасно понимают, что это очень крепкий объединяющий фактор. Ну а не, это ты где-то читала, чтобы кто-то из правящих кругов сказал? Нет, подожди, я человек факта. Хорошо, факта. Да. Факта. Можешь привести пример, чтобы Кэрри или Байден сказал, русские не должны гордиться победой. На веб-сайте Белого дома на 9 мая, или когда празднуют, 8 мая в Америке. Ты имеешь в виду, что там не было упомянуто, что Россия выиграла эту войну? Но это же их сайт. Это действительно было так, был большой скандал вокруг этого, но это же в конце концов их сайт. Был, это каждый год происходит сучь. Слушай, но это их дом, ты у себя дома можешь делать что-то хочешь. Нет, но они это, они вообще не упоминают, они могут упомянуть все остальные страны. Это давайте Россию. Они, допустим, гандоны, но это они как бы на своем сайте. То есть ты понимаешь, что это совсем нехорошо, то есть это косвенное искажение фактов. Нет, смотри, вот я помню и чту своего дедушку у себя дома, но я не обижаюсь за то, что, например, в Америке где-то его не чтут. Это и дело, понимаешь? А тебе не обидно, что в Америке молодое поколение в принципе не понимают? Да мне сейчас и гайна плевать на Америку просто. У меня вообще все равно, что не происходит. Ну скажи, ты постоянно меряешь все. Я никогда не... Ну как, ты говоришь, вот если бы это произошло там на Западе, в Америке, я не знаю, в Британии или в Европе где-то еще. Что это? Что было бы вот так? Я не знаю, ты там выражалась так по поводу журналистов. Ну я считаю, что для журналистов там созданы гораздо лучшие условия, но это не значит, что мне нравится Америка, и не значит, что мне нравится все, что там происходит. Что ты ошибаешься, это не созданы лучшие условия для журналистов совершенно. Смотри, журналистика другая тема. Я не хочу про политику говорить. Подожди, давай про нашу страну. У нас есть какие-то пропагандисты, которые хотят, чтобы мы не гордились? Или ты говорила только про американцев? Я говорила про Запад, да. Они совершенно точно не хотят, они не хотят, чтобы мы знали. Они не хотят, чтобы новое поколение их, их новое поколение не знает об этом. Я говорю со своими, допустим, друзьями, кому плюс 30, вот они еще как-то понимают. Есть даже среди них умные люди, которые получили образование, да, у некоторых есть образование в политике. А чтобы гордиться победой, нужно знать историю своей страны? Конечно. Можешь мне напомнить, какого числа состоялся парад победы в 45-м году в Москве? Ну, возможно, я тебе этого не скажу, но что это? Это у тебя интересный способ вести интервью, то есть тебе что сейчас важно? Ну, мне просто кажется, это же история твоей страны. Ну, это какая-то дата из тысяч дат, возможно, я ее не знаю. Ты все-таки уехала сюда в 18-м году. Сколько концертов в России у тебя было здесь, начиная с 18-го? Ну, наконец-то, мои любимые вопросы. Я сейчас не сосчитаю. Ну, слушай, ну, как бы, я не концертирую очень активно, но сейчас, ну, так. Ты большие залы собираешь? Слушай, самый большой сольник, который я дала, там, грубо говоря, последний, это были 16 тонн на данный момент. Это недавно было? Да, да. Это уже после начала специальной военной операции? Нет. До? Да. А вот как-то твоя жизнь поменялась с началом специальной военной операции? Тебя стали больше приглашать, вот, в связи с своими высказываниями? То есть ты почувствовала какой-то интерес к себе? Ты знаешь, я... Мне вообще хочется это интервью немножко в другое. Лучше бы ты задавала мне какие-то личные каверзные вопросы, честное слово. Мне, вот это, да, у меня нет никаких амбиций политических, чтобы ты понимала. Это совершенно искренне. Ну, как, ты пишешь очень много политических постов, поэтому... Потому что я чувствую, что я, как бы, я должна, а кто, если не я? Дорогие граждане, у нас новый штамм очень опасного вируса. Скепсис головного мозга, так называемый СГБ. При вопросе, каково бы нашим гражданам было оказаться в стране, куда вторглись войска НАТО, отмечается вялость и угасание речевой функции, местами полным отказом челюстно-лицевого нерва. На подобные вопросы инфицированные зачастую мямлят что-то вроде... Ну, это еще не тостно. Вот нападутся, да, и думать будем. Это все к этому часу. С вами была Саша Градива. До следующего выпуска новостей. Ты выложила 24 февраля пост «Я за Украину. Украину в составе России или Украину независимую, а не в качестве разделочной доски для Запада». Это как так вот может быть? То есть ведь Россия же сейчас, по сути дела, и отбирает независимость у Украины. Может быть... Возможно, слушай, но я же не как бы не Нострадамус, и я не политик, который сейчас вот тебе будет говорить, как оно будет. Я считаю, что у России никакого интереса в Украине не было до тех пор, пока они не начали эту антироссийскую политику. Ну, Ксюша, ну это их дело. Ну вот как, вот я не понимаю. Вот твой сосед тебя не любит, и что-то там поет у себя в ванной, и ты слышишь иногда, когда это в трубе там это. Это его дело, пока он в своей квартире сидит. В эту квартиру собрала по комнатам ему ты. Подожди секундочку. Это уже, это не ты, а твои предки, что-то уже так договорились, переписали. Ну не ломай мои, скажем так, я только начала себе находить. Новый коммунальную квартиру давно расселили. Еще твои предки. Уже живете, как живете. Да не такие уж и предки. Понимаешь, эта квартира, в принципе, ты там, твой прадедушка, ее создал. Он сказал, слушайте, у тебя мало, у тебя маленькая какая-то коммуналочка. Дай-ка я тебе еще гостиную присоединю. Надо? Надо. Присоединила. Дайте я вам еще крутую прихожую присоединила. Надо. Газ вам поставлю, газовый колон. Надо? Надо. Будешь ли тут точно так же говорить, когда в этой квартире, которую ты оборудовала и, в принципе, создала, ты же этим спорить не будешь, ты знаешь историю? Когда в этой квартире за твоей стеной вдруг стали Ксюшу на ножи, Ксюшу на ножи, тебя ничего не смутит. Но это чужая уже квартира, понимаешь? Если она чужая, и ты ее сам, не знаю, переписал, как-то так получилось. Это чужая собственность. Ксюш, ты говоришь, ты говоришь, как идеальный человек, ты говоришь сейчас как идеальный человек, с идеальной демократической, там, какой-то своей мерочкой. Спасибо за комплименты. которая ни на одной пылинке. Но ты эту меру, все мои претензии лично к тебе, в том, что ты эту мерочку прикладываешь только вот Россия и Украина. Россия и Украина. Так предложи ее ко всему миру. Приложи ее ко всем обстоятельствам. Чего ж ты ее только к России-то прикладываешь? Почему? Ну, просто я считаю, что надо говорить о своих проблемах, а не о чужих. Я уверяю тебя, что если бы твой дедушка оборудовал квартиру твоему соседу, а твой сосед там устроил непонятно что, и они не просто там шумят, и не просто дружат там еще с кем-то, какими-то там сомнительными людьми. Они кричат, пойдем-ка, Ксюшу убьем на ножи. Пойдем-ка, Ксюшу убьем на ножи. Пока они идут убивать, имеют право у себя дома кричать, что хотят. Это частная собственность. Так же, как суверенитет страны. Я хочу посмотреть в реальности эту ситуацию. Я же не хочу, что это будет приятно. Но идти туда и начать по ним стрелять, это не выходит ситуации. Ты либо человек, которому никогда не угрожала никакая опасность. Ксюшу, скажи, пожалуйста, тебя когда-нибудь бил мужчина? Было. Так. Не один раз. Это вот бойфренд, да? Какие-то близкие отношения, вот нашумевшая история. Слушай, ну, как правило, да, то есть это какие-то конфликты с мужчинами, да. С разными? Это было несколько раз, да. Можешь рассказать? Слушай, если я начну считать, начиная со школы, то как бы... Не, ну у тебя были же отношения серьезные, в которых, как я понимаю, когда ты была у Айзеншпица еще, правильно? Да, да, да. Тебя спасал он, как я понимаю, от этого мужчины, правильно? Он кто? Слушай, была в моей жизни такая ситуация, когда у меня был бойфренд, с которым все начиналось великолепно, цветочное букетно. И через очень короткое время я поняла, что это очень специфический человек, мягко говоря. Ужасно ревнив. То есть, обнаруживать у себя жучки дома, это было норма. А потом это переросло все в какую-то ну вообще какую-то клиническую такую историю, когда он был против, чтобы я вообще одна из дома выходила. И как бы с этого момента я уже начала, скажем так, сматывать удочки. Но не так-то легко было сматать эти удочки. За что ты благодарна этому человеку? Он тебе помогал финансово, морально? Ксюша, я тебе скажу, что, наверное, все мужчины, с которыми я в какой-то момент общалась, то есть были... Нет, ну это серьезный какой-то был человек, как я понимаю, с большим статусом. Что такое статус? Ну это большие деньги, влияние и так далее. Мне кажется, что дословно никто никогда не знает, у кого сколько денег. И по большому счету не важно, сколько у тебя денег. Что-то не важно, но хорошо. Он богатый был человек, влиятельный. Ты был богатый человек, да? Он помогал тебе чем-то? За что ему благодарна? У меня были дорогие подарки. Это был не единственный человек, который мне дарил подарки. Но он помог карьере твоей, вот с точки зрения съемки клипов? Он участвовал в некоторых, скажем так, моментах, но не сказать, что он финансировал полностью мою карьеру. Можно сказать, что ты многое терпела, вот из-за того, что он, скажем так, сильно тебе помогал? Мы с этим человеком были вместе около года. Сколько раз он тебя избивал? Один. Ты после этого рассталась с ним? Нет, Ксюш. Я понимаю, что в нашей очень сейчас популярно такое мнение, что если тебя побили, то ты каким-то образом спровоцировала. И это какая-то странная... Слушай, я... Я совсем к этому не веду, Саша. Это как раз, мне кажется, у тех же людей такое мнение, кто считает, что и нападение на Россию готовилось. Мне кажется, что психология это вообще такая мягкая ниша. Я считаю, что не оправдывается совершенно насилие, невозможно оправдать ничем. Невозможно, да. Я человек, как ты заметила, я достаточно эмоционально, я никогда не молчу. Я не умею молчать. Вот так вот. Но я вот сейчас поняла, что для тебя это такая триггерная точка, что ты сразу как будто должна оправдываться, хотя я считаю, что тебе вообще не за что тут оправдываться. Потому что я... Ты к этому привыкла, что тебя обвиняют, что ты его провоцировала? Смотри, какая ситуация. Я в какой-то момент сделала, скажем так, это в том числе было моей, скажем, такой сферой. То есть мне хотелось в этой как бы сфере что-то сказать и что-то рассказать, потому что я поняла в какой-то момент, насколько это такая, скажем, проминантная, есть такая очень основная проблема. У нас, не только у нас, не в России, это во всем мире. То есть домашнее насилие — это огромная, большая проблема. И говорить о ней, я, скажем, немножко так перестала из-за последних событий, потому что тот эмоциональный вес перевешивает. Но по этому поводу это одна из животрепещущих тем, да, если ты скажешь, скажем так, это какое-то мое, немножко даже я так чувствую, да, кармически, это мое какое-то предназначение. То есть чуть-чуть на это как-то повлиять. Я нашла твою очень крутую фотографию, где ты стоишь в пикете с плакатом «Отпустите сестер Хачатурян». Вот расскажи мне, это отголоски той истории, когда тебя избивал молодой человек, ты из-за этого так сопереживала? То есть это так лично в тебя отозвалось? Или почему ты вышла с этим плакатом? Ну, это моя позиция, да, как активиста. Я считаю, что в смысле прав женщин у нас еще очень большой путь, который нужно проделать. Не только в России, кстати. Не только в России. В Америке ничуть не лучше с этим дела. Поэтому я думаю, что как бы да. Не страшно было стоять в пикете? Могли же арестовать тебя? Ну, это было не самое страшное, скажем, не самый страшный момент из моей жизни. Но смотри, у тебя такая позиция, как бы довольно сложная, мне кажется, для нашей страны, потому что ты вроде как защищаешь ЛГБТ, ты выходишь с плакатом «Защищай сестер Хачатурян». При этом ты поддерживаешь спецоперацию, ты гордишься, ну, вот, какими-то военными сейчас достижениями России и так далее. Но ты понимаешь, что это вот как бы не очень клеится между собой, что в нашей стране условно пикеты уже любого свойства запрещены, что ты, что поддержка ЛГБТ это такое же предательство практически, как не поддерживать спецоперацию. Ксюш, я думаю, что ты заблуждаешься. Есть очень большой пласт людей, достаточно образованных, сообразительных и не дураков, которые все прекрасно понимают. Отрицать ЛГБТ как явление, это означает быть, я не знаю, там, страной третьего мира и не понимать элементарные медицинские факты. Как бы, ну, что мне тебе сказать? Ну, вот такая вот, не умещаюсь я. Можешь рассказать о себе? Можешь рассказать, как это у тебя произошло? Вот этот случай, когда он тебя ударил. Слушай, я уже уходила, то есть я позвонила, сказала, я ухожу. И я сказала, слушай, ты можешь взять все, что угодно. Ну, то есть мне не нужны, как бы, ни вещи, ни подарки, драгоценности, ничего мне не нужно. Я просто ухожу. А до этого за две недели ко мне приблудился котик. И я в квартиру пришла забрать кота. Хочешь верь, хочешь нет. То есть я уже сняла квартиру, я уже переехала, пришла забрать кота. А там у меня была засада. Прямо вот настоящая засада. Такие же ждали два амбала. Через какое-то время приходит он, и он прям с порога начинает как бы там по щекам, да, хлистать. И я, как я уже говорила, не из робкого десятка, если бы не было вот там, да, то есть стоять два человека, никакого смысла нет давать отпор. Потому что я понимаю, что я не могу сопротивляться трем мужикам. И то есть в какой-то момент он просто начинает толкать, и потом уже прям конкретно бить. А я просто уже ставлю как бы блоки, то есть я защищаюсь. И в какой-то момент я просто подскользнулась, упала на как бы кафель в кухне. Сгруппировалась, потому что он уже просто озверев, просто пинал везде, где он попадет. И все, что я делала, я пыталась закрыть плечами, руками, голову, чтобы, ну, как это, сохранить лицо. И он понимает, что он не может меня как бы навредить. Не знаю, наверное, это было какое-то состояние аффекта. Он просто берет и сверху головы, со всей дури по голове, то есть я просто стукаюсь вот этим глазом, вот этим местом, в кафель. У меня тут же как заплывает глаз, знаешь, когда лопается вена, как уроки, видела фильм. Полностью закрывается глаз от крови, которая как бы, да, натекла туда. Повезли меня в травпункт, где сделали рентген, голова была цела, слава богу. Ну, врач спрашивает, кто ее бил, то есть там как бы, ну, вариантов-то не очень много, все понятно травматологу. Там ему, видимо, дают каких-то денег, то есть он тут же перестает спрашивать, кто ее бил, прописывает какие-то там таблеточки, какие-то лекарства. Я опять жутко испугалась, думаю, сейчас мне что-то... Мне какой-то укол хотели делать. Я испугалась, думаю, что мне там будут делать, как. И меня везде ввозят в каталки, потому что я в полном сознании, то есть я не теряла сознание сама, но я делала вид, что я... Ну, как бы, что мне плохо. И... То есть мне все сделали уже там какие-то анализы, и я делаю вид, что меня та сейчас вот вытошнит меня, вырвет меня. Ну, естественно, один из охранников просто берет меня, вывозит на крылечко этого травпункта на Можайском шоссе, как я помню. И я... Как бы понимаю, что все, вот это вот мой шанс сейчас просто дать деру. И, собственно говоря, это я и делаю. То есть я вскакиваю с этого кресла и просто как со всей дури, там, не знаю, со всех своих спортивных разрядов за всю жизнь просто драпанула, еще запуталась сначала, потому что это огромная территория, вот в этой больнице там, да, только один корпус, травпункт. Через кусты бегу к КП, где въезд, кричу ему, меня вызывайте милицию, меня сейчас убьют. Он ничего не делает, вообще ничего. Ну, он видел, какие машины заехали, да, и выезжала какая-то там девятка из больницы, мне больше ничего не оставалось. То есть все, они уже все, как бы и машина за мной едет, и там пару ребят за мной уже бегут. Я залетаю в эту девятку, там сидит какой-то парень, такой достаточно накачанный, я ему ору, я певица Саша, я не похожа вообще ни на кого, понимаешь, у меня пол лица, как, не знаю, как груша выглядит. Говорю, увези меня, пожалуйста. То есть я там что-то ору, в какой-то панике, он сначала вроде, как бы, все же человек, ну, опешил, такой залетает какая-то девушка, кричит, что она певица Саша, меня сейчас убьют, пожалуйста, спасите меня. Буквально. Тут же подбегают эти, хватает меня, как бы, за руку, я хватаю этого за руку, это то. Я стою и просто его умоляю, говорю, пожалуйста, не отпускай меня, вот сейчас, если меня ты отпустишь, что меня сейчас точно убьют. Он сначала меня держал, эти стали охранники, говорить, да ты не понимаешь, а он оказался тоже какой-то там, из каких-то братков, да, местных. И эти стали говорить, да, она у нас денег украла, что-то, ну, короче, какую-то эту. В общем, отпустил он меня, отвезли меня в квартиру, забрали телефоны, тут же прям вот какой-то человек, один из них протирал. Это все были люди твоего молодого человека? Стали протирать сразу же тут же все, это я прям отчетливо помню, ручки квартиры, все, ну, прям, то есть отпечатки, не знаю, зачем, ну, зачем-то. Я могу назвать имя человека, которому я всегда буду благодарна, это друг Юрия Шмилича, Андрей Шемберев, который на тот момент, без всякого преувеличения, спас меня физически, физически, который, как бы, скажем так, защитил меня. Ксюш, я год после этого жила с охраной год, 24 часа в сутки с охраной, всегда. Это охрана давала тебе вот этот мужчина. Да, меня охраняли альфовцы, потому что после того, как меня, это он договорился, чтобы меня из этой квартиры выпустили, и как бы договором было, что мы не идем, мы не заявляем никакого заявления, он меня отпускал, то есть это было между ними. Он понял на тот момент, что я пропала, как бы связи нет, он понял, что что-то произошло, потому что он знал уже, что такие предпосылки были, и просто договорился, чтобы меня, скажем так, но отпустить-то меня отпустили, но начались угрозы, что меня обольют кислотой, подбросят наркотики, причем это пытались делать. Что ему так было нужно от тебя? Почему? За что он тебя так мстил? Просто. Ты ему изменила или? Нет. Нет, слушай, как бы это даже, нет, это просто я ушла от человека. Просто ушла. Ну, совершенно не, как бы, я тебе могу сказать, что после этого, ладно, я не могу это сказать. Ну, скажи уже. У меня на определенный акцент после этого несколько лет, если я это просто слышала в ресторане, я покрывалась красными пятнами. Он армянин был? то есть для меня это была, ну, как сказать, при всей моей такой бравости, да, для меня это была, ну, как бы, травма большая. Ох, ну, видишь, как хорошо, что мы об этом поговорили, потому что к концу разговора мы все-таки пришли к тому, что ты не терпишь агрессию, не терпишь насилие, и нападать на тех, кто слабее тебя, это неправильно. Я не терплю ни честности, ни справедливости, да. Ну, видишь, как хорошо, что мы на этой ноте заканчиваем разговор. Очень бы хотелось, чтобы, ну, как-то, может быть, благодаря в том числе нашей беседе, ты подумала о том, что, ну, ведь это же можно экстраполировать и на отношения более сильного государства и более слабого. Понимаешь? Это единственное, что нам... Себя же сейчас Украина чувствует тоже как страной, которая защищается, которая слабая, у которой нету столько сил. Ксюшечка, я думаю, что Украина это такая боксерская перчатка, надетая на очень сильное государство. На Грэмми в 2015 году ты же действительно сделала фурор, потому что русская девушка на Грэмми, у тебя был такой знаковый номер в таком платье невероятном, гангерл такая. Что это за месседж был? Что ты тогда хотела донести этим локам? Это был такой посыл против насилия и в том числе против, скажем так, законов США, которые очень сильно под вопросом, где любой человек, достигший 16 лет в некоторых штатах, может купить оружие очень серьезное и, соответственно, мы имеем то, что мы имеем. Все об этом слышали. Это был месседж только против законов США или вообще в мире? На тот момент я просто говорила, что я бы хотела, чтобы вообще все оружие в мире собрали и, скажем так, использовали его для каких-то артистических целей, каких я показала на себе. Ты бы сейчас сказала то же самое. Я не отказываюсь от своих слов, но ведь есть большая разница, как использовать оружие. Есть как бы ты защищаешься, да, или ты делаешь какое-то разрушение и ты для чего это оружие имеешь? Для того, чтобы идти, разрушать и зарабатывать деньги, или какие-то отстаивать экономические свои приоритеты. Либо ты им защищаешься. То есть сейчас я понимаю, меня конфронтировали очень много раз по этому поводу. Скажи, как же так? Вот ты выходила и говорила, нет оружия, а сейчас ты вот раз и поддерживаешь Россию в этой спецоперации. Но, есть большие но, есть совершенно очевидные фашисты, которых ты почему-то не видишь. Это для меня очень странно, Ксюш. Мне кажется, что твой взгляд на эту тему он такой немножко наивный. Какая у тебя творческая мечта? Вот куда ты сейчас стремишься? Кем ты себя видишь через несколько лет? То есть какая у тебя сейчас твоя музыкальная творческая цель? Скучный вопрос. Я думаю, что мне еще не надоела сцена. То есть какое-то время я еще хочу выступать, петь, танцевать. Это до сих пор меня заводит, это до сих пор меня радует. Ну а через лет десять я вижу себя, наверное, в кинематографе. То есть актриса? Как режиссера. А, как режиссера. А о чем ты бы сняла свой фильм? Есть два проекта, над которыми я сейчас работаю, но их сейчас я не озвучу. Но это очень классный проект. Сериалы или фильмы? Сериалы или фильмы это один фильм, наверное, и один сериал. Хотя по большому счету это... А о чем? Ну тему. Ладно, мы не украдем сюжет. Ну скажем так, я случайно наткнулась на очень интересного персонажа из советской истории, который просто меня поразил вот в мои 43 года, повидавшую уже много и пообщавшуюся с большим количеством людей. Меня этот персонаж поразил. Это кто? Не скажу. Не скажи. Ну потому что Мондарчук завтра возьмет и снимет это кино. И мы это уже проходили. Поэтому... Что кто-то крал твои идеи? Всегда. Например? Достаточно часто. Ну хорошо, хоть политика, актер, намекни. Какая у него? В шоу-бизнесе, в... Муслим Магомаев какой-нибудь. Да? Почему? Ну, советский шоу-бизнес уже звучит интересно. Там не так много... Нет, я не сказала советский шоу-бизнес, сказала из советского прошлого. Ну какая у него профессия? Не скажу. Военный, политик, актер, певец. Мне кажется, если я только намекну, то вот я, честное слово, каждый день молюсь, чтобы Бондарчук не проснулся и не вдруг не наткнулся на этот персонаж, потому что он тут же начнет снимать это кино. Ну прям вот тут же. Твой самый просматриваемый клип, клип, где ты якобы нюхаешь кокаин, где ты, значит, так очень... Не самый просматривающий, к сожалению, последний. Ну да, ты там на заднем плане там в этом клипе Трамп целуется с Путиным, и этот клип много чего набрали. Тебе ничего, как я понимаю... Может, я чего-то не знаю? Мне кажется, он не особо зашел. Хорошие просмотры. Но вопрос даже не в этом, а в том, что тебе за него ничего не сделали. В Америке? Тут, да, в Америке. А здесь, за слова «миру мир» человек может получить в лучшем случае штраф, а в худшем сесть в тюрьму. Вот это правильно, Саша? Это нелепо, но я понимаю, откуда ноги растут. Это абсолютно нелепо. Но это справедливо? Ты можешь это оправдать? Я это объясняю тем, что у нас очень плохо работает... У нас, у нас говорят пропаганда, у нас диктаторы, у нас вообще даже близко... Ну ты с хвоста. Нет. Давай про свободу. У нас близко даже нет. Вот там ты поешь, и Трамп с Путиным целуются, и никто тебе ничего не говорит. А здесь людей вот просто за невинные слова про мир и мир. Подожди, я могу тебе сказать, что этот арт-фильм, кстати, ты так сказала, можно подумать, что я там, знаешь, как Моргенштерн, на самом деле это такая зарисовка... Да я не к этому, Саша. Ну просто вот справедливо это... Нет, для меня это важно. Ты немножко выдернула из контекста это. Понимаю, но я про другое. Вот скажи честно, свободы где больше... Я тебе могу сказать, что я опасалась, если я не могу тебе сказать, что мой со-режиссер этого клипа, я режиссер этого клипа, кстати. Я понимаю, Саша, но я не к этому сейчас. Я хочу, чтобы мы на красивом... Я пытаюсь тебя вывести на красивый финал, ты у меня вошь в сторону. Не перебивай. Вот у тебя есть клип, там у тебя ты якобы нюхаешь кокаин, у тебя Путин целуется с Трампом на заднем фоне. Я посмеиваю, да. Неважно. Голливудское сообщество, которое... Здесь людей... Не то что за клип, а просто за слова, за безобидную фразу миру, мир могут посадить в тюрьму. Как ты считаешь, это справедливо? Где больше свободы слова? Я тебе же ответила на этот вопрос. Это нелепая реальность, но я прекрасно понимаю, что... То есть она нелепая? Это нелепо, но не несправедливо. Почему? Объясни. Потому что за... Как бы... Эти слова исказили. Потому что эти слова сделали определенным логотипом и лозунгом большого зла. И это умеет, скажем так, пропагандистская рука западная делать великолепно. Именно это сделали из этих слов. Дело, конечно же, не в этих словах. Меня лично раздражает, что... Слушай, а я что, не хочу мира? Я поддерживаю эту операцию, я смотрю на нее, как на удаление какой-то раковой опухоли, которую рано или поздно придется удалить. Это больно, это очень больно. Я первый человек, у которого будет нервный срыв, глядя на жертвы. Вот я ехала сейчас недавно по какому-то шоссе, и едут автобусы. Я не знаю, автобусы ли это с жертвами, да, там, солдат. Но написано «Почетный караул». Автобусы такие, тонированные полностью. Там едут за рулем военные. Я вот еду, меня просто в какой-то момент осенило, что пока у нас, знаешь, навальняшки, да, с нашими либералами, такими немножко вальяжно-ленивыми, рассуждают, а хорошо ли это, да, вот есть простые парни, которые отдают свои жизни за что? За нас. За Россию. За нас. На нас напали, нас надо защищать. На нас напали. Спасибо, Саша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!